Я рад тебя приветствовать. Это я, твой друг Димончик, и в этом видео будем говорить про систему атак в подтягиваниях. Если ты, возможно, уже смотрел соответствующий вводный видос, то ты молодец. Если же ты его не смотрел, то будет, в принципе, неплохо, если ты его посмотришь. Но даже если ты не посмотришь, в принципе, что-то ты точно поймешь. Увы, это теоретический видос. Здесь не будет хохмочек, голых жоп, каких-то мемов здесь тоже не будет. Просто я, Головинский, буду тебе рассказывать про то, как тренировать подтягивания так, чтобы ты в них прогрессировал быстро. Очень быстро. Быстрее, чем ты мог бы, в принципе. Или же ты просто пополнишь свой методический арсенал тренера, наставника, инструктора, или чем там еще страдают люди в этих ваших залах. Итак, система атак в подтягиваниях. Что же это такое? Если говорить про базовую теорию системы атак, то атака – это какая-то структурная единица в рамках какого-то упражнения, которое выбрано в качестве целевого, которое ты выполняешь, как правило, не единожды за тренировку. Но можно и единожды. В принципе, это такие рамки, которые можно вводить, а можно не вводить. Но смысл от этого не меняется. Ты можешь делать одну, две, три атаки за тренировку. Это принцип, который был положен во множество тренировочных программ. Его очень любил и любит, наверное, Борис Иванович Шейко, известный судья мирового уровня в пауэрлифтинге. Ну, конечно, вся база и вся основа была заложена Иваном Абаджиевым, который являлся легендарным тренером тяжелоатлетов сборной Болгарии. Давай сразу к сути. Давай сразу к сути. И что вот первое, что нужно сказать. Подтягивание штука вроде бы и простая, но на самом деле не очень. Вот это прежде, чем говорить о каких-то теоретических моментах, прежде чем говорить о каких-то моментах, связанных с организацией, всегда нужно коснуться техники. Техники, техники, еще раз техники. Давай я буду сразу записывать, чтобы ты ничего уж точно не пропустил. Итак, первое. Значит, если мы говорим про подтягивание, если мы говорим про подтягивание, то, конечно, в случае, если спортсмен весит 80 килограмм или более, то ключевым слабым звеном возможно стоит добавить в долгосрочной перспективе является хват. Хват. Именно хват. Хват в подтягиваниях очень важен. Хват в подтягиваниях часто лимитирует. Хват в подтягиваниях штука важная. Но она важная для тех, кто тяжел. Она важная для тех, кто может быть залитый. И она важная для тех, кто сидит на курсе. Ты можешь сказать, что в подтягиваниях, в принципе, хват уже тренируется. Но вопрос как? Итак, можно ли натренировать жим лёжа и жать много, если мы постоянно будем находиться в упоре лёжа или делать статическое удержание со штанги где-нибудь посредине амплитуды? Очевидно, что развить полноценно жим лёжа мы не сможем. Поэтому всегда, если ты берёшься за тренировку подтягиваний, в особенности, если ты весишь 80 или более, всегда ты должен добавлять динамическую, это важно, динамическую. Раскрутил, скрутил, раскрутил, скрутил тренировку на хват, на пальцы. Можешь тренироваться с кистевым эспандером, можешь просто легонько закачивать. Но, но это надо, надо. Это сделает твои подтягивания эффективнее и поможет тебе прогрессировать, сказать, скажем, без таких моментов, когда ты остановишься на определённом этапе пути и скажешь, боже мой, у меня критически слабый хват, что с этим делать? Поэтому хват мы включаем всегда, хват мы добавляем всегда, это важно. Второе. Второе. Это то, к чему я пришёл не сразу, но момент очень важный. Важно касаться перекладину, либо подбородком, либо шеей. Тут уже каждый решает сам. В последнее время лично я рекомендую выполнять подтягивания только, подчёркиваю, только, только касаясь турника шеи. Ты можешь сказать мне, Димончик, но я выполняю на достаточную высоту, турник остаётся где-то впереди, вот, и всё у меня отлично, но нет. Понимаешь ли, подтягивания – это движение, где стартовая, начальная позиция и конечная могут сильно отличаться. Это всегда провоцирует дополнительную раскачку туда-сюда. Поэтому ты должен приучать себя строго к чётко определённому стартовому положению, чётко определённому конечному положению вверху. Поэтому очень важно в верхней точке касаться каким-то местом, каким ты уже определяешь сам, усложняешь или упрощаешь по собственному усмотрению. Но, конечно, это важно, касание должно быть. И можно здесь дополнить и сказать, что должно быть также, должен быть какой-то старт внизу, то есть должно быть чётко определённое положение. Когда ты не делаешь, когда ты отклонён либо в эту сторону, либо в эту сторону от перекладины, ты делаешь подтягивания в тот момент, когда ты находишься строго под турником, чтобы, придя в эту точку, не в эту, не в эту, не в эту, ты понимаешь, у тебя образовывается разность конечных положений, мышцы включаются по-разному, образовывается различный повторный стереотип движения. Ты не можешь натренировать единую какую-то схему движения, пока у тебя нет единого паттерна. Поэтому внизу мы начинаем, когда находимся строго на перпендикуляре в турник, вверху мы заканчиваем движение тогда, когда мы касаемся. Это важный момент, и это вот, знаешь, пожалуй, на это нужно обратить внимание. Есть ещё несколько моментов, в принципе, которые можно выделять как ключевые. Можно говорить о том, что важно работать в блоках, важно закачивать спину. Если ты не воркаутёр, если ты просто зацикливаешься на подтягиваниях и говоришь, мне не нужны выходы, мне не нужны брусья, мне нужны подтягивания. Важно поработать, конечно, в блоках, позакачивать спину. Если ты знаешь, что такое прожимка и ощущение мышцы, то вообще будешь красавчиком, будешь прогрессировать быстро. Но, конечно, мы на это не упираемся. Мы на это не упираемся. Дополнительная подкачка рук, в принципе, тоже будет актуальна. Бицепс-трицепс. Но, опять же, в этом также мы не упираемся. Мы делаем что-то чисто номинально, в лёгко-среднем режиме. Но мы не лезем там в отказы. Можно сделать, конечно, раз в 10 дней, раз в 2 недели. Но систематически, конечно, не рекомендуется. То, что тренируем, то и растём. Поэтому здесь важно эти моменты подготавливать, чуть-чуть на них внимания обращать, стремиться на то, чтобы они линейно возрастали. Но, конечно, пристальное внимание мы этому не уделяем, а уделяем подтягиваниям. Я в данном видео буду говорить исключительно про вариацию подтягиваний, скажем так, в их наиболее эстетичной и наиболее приемлемой манере. Когда оно выполняется хватом обязательно сверху, без рывков, с ровным туловищем и касанием, соответственно, определенным местом перекладины, каким уже выбираете сами. Об этом уже было сказано. Если говорить вот еще о важных моментах, скажем так, прежде чем начать, то есть еще один важный момент, о котором нужно говорить, прежде чем мы будем говорить о каких-то закономерностях. И этот момент... Мышечная крепатура или отложенная мышечная боль. Что же здесь важно сказать? Сами по себе тренировки подтягиваний можно выполнять часто. Можно. Даже если ты тренируешь что-то еще, даже если они не выведены в определенный такой основной приоритет, их можно делать часто. Но в это нужно войти. Войти. Подготовить себя соответствующим образом для частых. Частыми я подразумеваю тренировки более двух раз в неделю. Все-таки. Более двух раз в неделю. Это часто. Особенно, если мы говорим про натуральных атлетов. Поэтому их можно и даже нужно тренировать два раза в неделю и более. Но если у тебя болят мышцы, это значит, что ты перебираешь с закислением. Мышечная боль, вот отложенная, которая возникает у тренированных спортсменов. Мы сейчас не говорим о тех, кто никогда не подтягивался или подтягивался когда-то давно и начал тренироваться. Для такого человека обычно желательно сделать одну тренировку в неделю. У него там все переболит. Затем сделать две. Потом можно три. Еще раз три. Можно сделать четыре. и так далее. Но если ты уже тренируешь подтягивания некоторое время, то можно сразу же начинать с полноценных трех тренировок. Например, понедельник тренировка, среда тренировка, пятница тренировка. Если в таком режиме ты делаешь и у тебя что-то болит, то нужно снизить количество подъемов в рамках отдельной тренировки. То есть, допустим, допустим, предположим, ты выполняешь на вот на тренировке в понедельник, ты делаешь подтягивание, например, собственный вес 3 по 3 в рамках первой атаки. И на этой же тренировке спустя либо отдых, либо какой-то промежуток на УФП ты делаешь в рамках второй атаки собственный вес 2 по 2 и до потягощения 10 килограммов делаешь 2 по разу. Вот ты сделал две таких атаки и у тебя не должно ничего болеть. Если же у тебя болит что-то, вот ты провел, допустим, предположим, и допустим, да, эта тренировка была в первый день, во второй день было, допустим, дополнительной, ты сделал не 10, а 5 килограммов 2 по разу, а на третий день ты сделал в рамках второй атаки просто собственный вес на 6 повторений один подход. Вот. Ты провел вот такие тренировки, у тебя ничего не должно болеть. Если у тебя что-то болит, ты должен снижать количество подъемов, то есть сделать в рамках первой атаки, например, собственный вес 2 по 2, в рамках второй атаки собственный вес 2 по разу, доп 15, тоже 2 по разу. То есть мы снизили общее количество подъемов за тренировку. Я надеюсь, это понятно. Для того, чтобы тренироваться часто, нужно в это вкатиться, нужно к этому привыкнуть. И тогда ты сможешь проводить даже тренировки более частые. Например, вот так. Но встает вопрос, нужно ли это. То есть главная мысль, которую здесь вы должны усвоить. мышечная крепатура и отложена боль никуда не денется, никуда не денется. Если ты будешь выполнять одну тренировку в неделю, у тебя всегда будет что-то болеть. Как только ты сделаешь 2 тренировки средних в неделю, скорее всего, болеть у тебя ничего не будет. После этого ты можешь сделать уже 3 тренировки тоже средних. Болеть тоже ничего не будет. И когда ты сделаешь на следующей неделе 3 тяжелых тренировки, тяжелых я имею в виду с некими большими добавочными весами. Болеть тоже ничего не будет. Если же будет, то нужно снизить тренировочный объем. Надеюсь, понятно. Теперь как выглядит атака? Как выглядит атака? Есть два варианта организации атаки в подтягиваниях. Вот два варианта. Первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, разминка. Самое слабое, самое узкое, самое дряблое, самое тщедушное звено, если мы говорим про систему атак, всегда опорно-двигательный аппарат. Что-то непременно начнет болеть, ныть, поднывать и подобное. Нам нужно делать что-то уже сразу, чтобы это предотвратить. Поэтому ты разминаешься, сука, очень тщательно. Очень тщательно. Перед каждой атакой ты тщательно греешь себя. Что включает в себя разминка? Общая суставная. Давайте вот так. Всегда. Мы что-то покрутили, что-то поделали, сделали 10 приседаний без веса, хорошенечко разогрели, сделали кардио. Раз! Подготовили сердечно-судистую систему, общую мышечную систему. Сделали это. Затем. Общеразвивающие упражнения на спину, руки и хват. Это тоже важно. Сделать какую-нибудь тягу. Можно гантельки в наклоне, не тяжелой. Сделать какой-нибудь бицепс. Сделать что-нибудь динамическое на хват. Пожамкать эспандер или покрутить штангочку. Было соответствующее упражнение. Сейчас выскочит подсказка неплохого упражнения. Динамического для хвата. Это важно. Хват развивать динамически. Развивай хват динамически. Ты не прогадаешь никогда. Нельзя хват развить только статикой. Только статика его развивает. Но опять же, хват важнейший элемент в подтягивании. Хват нужно тренировать дополнительно. Но не висеть, сука, на турнике. Мы и так до хера висим на турниках, когда подтягиваемся. Тренируй хват динамически, дружочек. Будет классно, поверь мне. Значит, это понятно. Мы сделали это. Мы сделали это в легком режиме, конечно же. Нагрузка, ну скажем, не более 30%. Количество повторений 6, 8, 10. Мы сделали все вот это. И мы обязательно, мы обязательно начинать подтягивание с резиной. С довольно жесткой резиной. Чтобы, еще раз, нам важна техника. Если ты хочешь добиваться взрывной мощной техники, если ты смотришь на то, как подтягивается Головинская, и хочешь делать так же, резина. Резина. Делай, пожалуйста, с резиной. Это будет очень классно и круто. Наработай вот это вот касание. Наработай стартовую точку. Наработай отсутствие раскачки. Сделай один, два, три подхода с резиной, с довольно жесткой. Чтобы ты не чувствовал напряжения, не чувствовал никакого усилия. Прогрейся хорошо. И потом уже приступай к подтягиваниям с собственным весом. Значит, с собственным весом. Второй этап. Работа в упражнении. Значит, с собственным весом. Мы всегда с собственным весом. В системе этап всегда. Да. Универсальное правило. Аксиома. Просто, блядь, можно никогда не менять. И, скажем, оговоримся, что это... Если мы идем выше. Вот если мы выше не идем. Если мы сегодня... Точнее, не сегодня, а в рамках конкретной атаки работаем только с доп-весом. Мы целимся на какой-то доп-вес. Я надеюсь, ты понимаешь, что такое система атак. Мы всегда идем по возрастающей в плане интенсивности. Мы всегда наваливаем. Мы всегда стараемся сделать близко к ПМ. Так вот, с собственным весом. Если мы рассчитываем на прогрессию в конкретной атаке. Мы делаем либо 2 по 2. Либо 3 по 3. Все. Два варианта. Два варианта. Ты разогрелся круто. Все. Размялся. Разогрел хват. Все. Разогрел. Все. Прогрел. Сделал кардио. Можно чуть-чуть там подрастянуться. Все. Сделал середины пару подходов. Ты делаешь... Начинаешь работу в подтягиваниях. Включил себе музло. Настроился. Сейчас ебашить. Сделать либо выход на предел. Либо сделать целевой подход. Максимально легко. Взорвавшись. Все. В этот момент желательно, что у тебя чуть-чуть трясло. Ты сейчас вот начал непосредственно следующие 10-15 минут. Ты атакуешь. Все это решающее. Нужно работать. Ты работаешь. Потом можно отдохнуть. Выключить наушники. И просто поделать какое-то УФП на расслабончике. Либо посидеть 10 минут. 15 минут. Потупить. Потом. Потом. Что же мы делаем потом? Здесь есть вот дальше огромное количество вариантов. Вот огромное количество вариантов. Мы можем сделать здесь. Да, вот. Надо как-то вот это разделить. Не знаю. Желтенькую заливочку. Бахну. То есть, вот это мы делаем в любом случае. В любом всегда случае. Мы это делаем. Значит. Ну, давайте. Скажем так. Это будут не все варианты. Но давайте рассмотрим самые типовые. Первое. Выход на предел. Очень просто. Выход на предел. Допустим. Ты прикидываешь свой предел в районе. Ну, допустим. 50 килограммов на раз. Ты готов сделать сегодня. Ты делаешь с 10 килограммов на раз. 20 килограммов на раз. 30 килограммов на раз. 40 килограммов на раз. И думаешь, как пошло. Как пошли эти 40 килограммов. Запас есть? Отлично. Давайте сделаем 50. Все. Можно заканчивать атаку. В принципе, круто. Атаковали. Отлично. Отличная атака. Можно сделать таких парочку. Я надеюсь, опять же, ты смотрел первое видео. Что значит сделать парочку? Вот мы отработали. Это все у нас одна атака, которая состоит из разминки и работы в упражнении. Я вот так вот их выделю. Точнее, ее вот эту вот, да. После этого мы делаем отдых. 10-15 минут. После чего все начинается сначала. Вот этот блок мы повторяем 2 или 3 раза. И это наш тренировочный день. И это мы тренируем подтягивания по системе атак. Так, супер. Какие еще варианты? Понятно, что мы не можем жить только на предельных. Мы не можем жить только на, скажем, выходе. Только на проходках. Вот. Поэтому мы, например, сделали 40 килограмм на раз. Еще какие варианты, да? 40 килограмм на раз. Поняли, что это наш суп максимальный. Поняли, что 50 мы сделаем. Но не надо. Не надо. Давайте мы не будем делать 50. Давайте мы чуть-чуть добавим закисления. Допустим, мы понимаем, что у нас мышцы не болели вообще никогда. Понимаем, что в плане закисления и запаса мы сделаем 35 килограммов на 3. Это будет околоотказной подход. Но все равно, я думаю, вы согласитесь, что это подход иной, нежели чем полтинник на раз. Таких атак тоже можно сделать несколько. Опять же, вы можете сделать либо первый вариант атаки, который вам был предложен. Вы можете сделать второй вот этот вот вариант. Или десятый, если он сейчас будет. Значит, все это канает. Можно. Включайте фантазию. Но, конечно, не стоит делать, например, 10 кг на 2, 20 кг на 2. А вообще можно. Почему не стоит? Можно сделать и вот так. Но, понятное дело, что вот эти вот предварительные, ну вот зачем они нам на 2? Система так тесно связана с рекрутированием. Лучше здесь избегать какого-то сильного утомления на предварительных весах. Беречь на самые продуктивные, субмаксимальные и максимальные. Либо на финальный подход. Вот этот вот, который мы сделаем на 3-6. И он будет, ну скажем, такой что-то среднее между рекрутированием и закислением с другой стороны. Поэтому, в принципе, можно, но, сука, вот я не рекомендую. То есть, делайте на разик и выкладывайтесь ближе уже к концу. Вот. Какие еще варианты? Давайте прикинем. Ну вот, допустим, допустим, да. Давайте предполагать вот это, который может сделать 50 кг на раз. 2 по 2, либо 3 по 3 мы сделали. Да. Ну и мы делаем, например, 15 на 3 и 30 на 2. После этого мы делаем 10 на 4. Ну так тоже можно, но это некая средняя атака. Допустим, мы чувствуем себя неважно. Или это подготовительная атака. Подготовительная атака – это хорошая вещь. Ты можешь попробовать это прямо завтра, прямо сейчас. Можешь пойти в зал и сделать это, и понять, что это охуенно. Что такое подготовительная атака? Наша тренировка состоит из... Мы пришли... Ну, мы можем разминаться, как в рамках отдельно взятой атаки, рассматривать разминку как часть атаки. Поэтому я просто напишу первая атака и вторая атака. И вот встает вопрос. Вроде бы вот здесь вот мы утомились. А значит, это будет заходить лайт. То есть здесь у нас сил много, а здесь у нас сил мало. Но нет. Нет. Ты можешь делать интересный эксперимент. Допустим, ты можешь потянуться вот 50. Ну вот, предположим, ты можешь потянуться 50. Но здесь важно соблюсти одно условие. Максимальная психическая активация. И ты. И ты. Делаешь следующее. В рамках первой атаки ты делаешь что-то среднее. Допустим, ты по всем вот этим вот правилам дошел, сделал 40 на раз. Даже не так. 35 ты сделал на раз и остановился. А в рамках второй атаки ты идешь на предел. И вот, как правило, у многих так. Но не у всех. Но у многих это можно выделять как действительно закономерность. Так вот, как правило, вторая атака будет более продуктивная. Если ты оставишь запасик в первой. Если ты вышел на предел в первой. И идешь на предел во второй. Скорее всего, даже в этом случае вторая будет более продуктивной. Это есть. Если соблюдены, конечно, все вот эти вот моментики. Если ты размялся. Если ты правильно подвелся. Если, конечно, ты 15 минут тупо сидел. Можно тупо сидеть между атаками. Да, можно просто походить по Зарчику, поболтать. И все такое. Но ты не должен после того, как ты бездействовал, сразу же лезть в резину, на турник и подобное. Разминочку извольте, пожалуйста. Помните, пожалуйста, про травматизм. Пожалуйста. И ты берешь и делаешь. И, как правило, вторая атака заходит лучше. Это вот предварительная атака. Это разогревочная атака. Это то, что тебя не утомляет. Но то, что тебя делает сильнее во второй атаке. Это отлично. Это прекрасно работает в жиме. Это прекрасно работает в приседе. Это вообще никоим боком не работает в становой тяге. Уже лучше сделать перед тягой присед. И потом в тяге идти на пик. Но вот в тяге это не работает вообще. В подтягиваниях работает. Процентов 20 этот эффект не отследят. Но я уверен, что 80% скажут, что да, именно так. Вторая атака более продуктивна. Можно сказать, что вы спрогрессировали за одну тренировку. Но, конечно же, это не так. Так, вернемся к организации атак. Что можно еще? Вы можете сделать просто, просто один средний подход на 6 раз. Просто один средний подход на 6 раз. Замечательно. Круто. Прекрасно. Вариантов много. Вы можете просто. То есть, опять же, я говорю средний и пишу 30 на 6. Но понятно, что вы можете сделать 35 на 5. Вы можете сделать 40 на 3. Это все будет одна атака. Понимаете? Вот встает вопрос. Что такое вот атака? Ну вот все-таки, да? Если вы сделали два подхода. Вот, допустим, вы сделали 40, два подхода по три раза. Вы можете сделать их в рамках отдельных атак. Это повысит вашу продуктивность. Вы можете сделать их в рамках одной атаки. Как делать, решайте сами. Вы можете сделать два подхода по три раза на 40 в рамках первой атаки. Два подхода по три раза на 40 в рамках второй атаки. Это, возможно, будет многовато. Следите за своим самочувствием. Помните, что у вас еще три тренировки или две там, или сколько вы себе запланировали. Распределяйте. Распределяйте. Какие ошибки? Вот что, знаете, что можно выделить в качестве ошибок? Как ни странно, как ни парадоксально, это частая работа на предел. Да? Вот здесь понятно, что выход на предел. Но это понятно, что это один вариант. Я здесь уже забыл. Здесь было уже много вариантов, которые из них не только предельны. Но мы можем выйти на предел раз в неделю. Мы можем сказать, как тренера или иначе сказали, что мы выходим в пятницу на предел. Вы можете сказать себе, я каждые семь дней выхожу на предел. Но ключевое все-таки в рамках атак – это отсутствие борьбы. Вот повторение должно быть мощное взрывное. Вы не должны бороться. Поэтому вы можете, конечно, сделать одну атаку с выходом на предел. Вы можете сделать предварительную атаку, как здесь было указано, и во второй выйти на предел. Но если вы делаете так, то на второй тренировке вы должны работать уже 90% от предела. Допустим, две атаки. Точно так же, да? Я вот так напишу. Первая атака вы работаете 85% от предела. Вторая атака вы работаете 90% от предела. То есть здесь был предел 100, здесь 85-90. Вы также абсолютно, абсолютно так же можете выходить на предел, как вот здесь было вам описано. Два по два, либо три по три делаете. Десять на раз, двадцать на раз, тридцать на раз, сорок на раз остановились. Или даже тридцать пять на раз остановились. Вы должны понимать четко и отчетливо. Четко и отчетливо, наверное, это автология. Четко и полно. Должны понимать, что в рамках системы атак сама по себе процентовка в той сущности, в которой мы ее осознаем, те люди, которые дружат с планированием, она уже не работает. Нас не интересует наш предельный максимум на старте цикла, когда мы свежие и не заебанные. Нас интересует максимум сегодня. И процент мы должны брать от фактической работоспособности на сегодняшний день. Если вы пришли и понимаете, что вы упаханы, вы понимаете, что вы уставший, то вы не должны стремиться к тому пределу, который был у вас на свежую. Сделайте сорок на раз, они будут для вас тяжелыми. Это будет продуктивная тренировка. Я подчеркну, если вы так себя чувствуете, это не значит, что вы не должны тренироваться. Это не значит, что вы должны только отдыхать. Вы можете поработать. Конечно, если связки не сильно ноют, если плечи не гудят и все такое, вы можете поработать. Но вы должны отдавать себе отчет, что сегодня ваша работоспособность на 10-15% ниже. Но вы поработаете. Это будет иметь эффект. И когда вы восстановитесь, когда вы дадите отдых 2-3 дня, вы прибавите. Это парадокс. Вы прибавите. Вот даже через мышечную крепатуру. Если вы будете заниматься, если вы разогреетесь, она чуть подпройдет. Вы сделаете вместо 50-20 на этой тренировке. Но вы прибавите. Те, кто говорит, что, например, такая схема сверхинтенсивная, и так тренироваться нельзя, они просто не пробовали. Можно. Можно. Можно начать с двух тренировок в неделю, по две атаки, попробовать. Вот чисто попробовать. Умру ли я? Смогу ли я через 3 недели улучшить свой результат? Сможете. Вы сможете. Я гарантирую это. Если вы соблюдите вот это вот все, вы, скорее всего, прибавите. Конечно, зависит от уровня вашей подготовки. Если вы уже суперсильный какой-нибудь там фищук, то, может быть, вам нужно будет более чем 2-3 недели. Может быть, вам нужно будет попахать в таком режиме несколько месяцев. Но вы прибавите. Важно раздозировать. Конечно, чем выше уровень атлета, тем больше ему нужно стресса для того, чтобы прибавлять. О чем еще нужно сказать? Вполне себе, и это использовалось мной, работает и схема на 8-10. О, ужас. Я никогда не думал, что я это скажу. 8-10 повторов. Но никогда в жизни, и боже упаси вас, делать так несколько подходов. Допустим, вы делаете предварительную атаку. Допустим, 10 на раз, 20 на раз, 30 на раз, и останавливаетесь. Все, хорош, мне хватит. Я торможу. Я разогрелся. Эта цель была у этой атаки. Меня разогреть. Разогреть мою взрывную силу, психику, ЦНС. Все, я прогрею. Отлично. Сяду-ка, я 10-15 минут отдохну. Или погуляю, или сделаю кардио. Есть. В рамках второй атаки вы делаете околоотказной подход на 8 раз. Или на 10, или на 12. Но он должен быть, сука, тяжелый. Один. Один подход. Не надо два. Не надо много. Вы делаете 2 по 2, либо 3 по 3. Этого достаточно. Добавляете к себе вес. И делаете околоотказной подход на 8 раз. Если ты суперсильный и хочешь делать, например, полтинник или 40 на 8, ну, сделай еще с 20 на 2 предварительный. То есть, будет что, какая ошибка, как был филомен. 20 на раз или на 2. Ну, пусть будет на раз. И потом мы вешаем наши 40 и делаем на 8 раз или на 10. Мы делаем один околоотказной подход. В этом его суть. Я рекомендую в этом плане работать на 6, 8, 10, ну, максимум 12, но не больше. И вот такая атака. Она крайне желательна. Вот нежелательно ставить ее на первое место. Крайне желательно ставить ее на второе место. И на этом мы заканчиваем. И помним, что вот эти все 8, вот эти 8, мы могли сделать 8 ступенчатых. По возрастающих там, да? Вот. Мы могли сделать 8 в несколько подходов. Но мы не сделали их в рамках одного подхода. И тут хорош. Хватит. Все достаточно. Это прекрасно работает. Я таким образом в рамках вот этого своего проекта Redemption, я так прекрасно прогрессировал, выполняя такое каждый день. Каждый день я делал околоотказной на 80 раз. Я прихуел. Я не ожидал, что это будет работать, что меня не сожжет крипатура. Но, конечно, я тогда многое часто атаковал. И то, что у меня в итоге произошло, у меня начало болеть широчайше. У меня начали болеть руки. У меня начало все ныть. Но я прогрессировал. Я прогрессировал, но он в итоге уперся, конечно, в узкое звено данной системы. Это опорно-двигательный аппарат. Поэтому мы всегда, мы всегда тщательно разминаемся. Мы всегда думаем, насколько плохо мы себя чувствуем. Если мы себя чувствуем плохо, отвратно, можно работать. Если у нас мышечная крипатура, можно работать. Если у нас немножко ноют связки, можно работать. Но только у вас что-то прям сильно заболело, ну, блядь, лечите. Лечите, пацаны, и это нормально. Что-то заболело, дайте 2-3 недели отдыха. Не стоит бояться растрена в данной ситуации. Не стоит бояться растрена. Вы растренируетесь. Потом все равно на фоне растрена у вас будет резкий скачок. Вы все вернете. Все равно не ссыте отдохнуть. Позаниматься чем-то другим. Это тоже нормально. Если у вас все охуенно, если вы делаете такие атаки, и у вас все классно, то желательно все-таки делать это все дело в рамках циклов. То есть 3 недели загрузка. Тут вы делаете по 2-3 атаки за тренировку. Таких тренировок может быть 2-3-4-5. 3 недели вы загружаетесь в говнище. Вы просто атакуете, атакуете. Вначале вам будет казаться, что вы супермен. Вы открыли для себя Святой Грааль. Вы, блядь, у вас все заебись. Вы крутые. Нихуя себе. Так можно тренироваться. Обычно человек впадает в эйфорию. Но все это быстро заканчивается, когда все начинает болеть. Поэтому следующие 2 недели. Легкие тренировки. Не выходим за веса 70%. Или вовсе отдыхаем. Делаем ЛФП. Хват. Руки. Пресс. Икры. И все остальное, что только можно. Отдыхаем. А потом снова загрузка. Снова ебашим. Музыку погромче. Орем. Пиздим себя. Все супер. Мы прибавляем. Мы прогрессируем. Мы живем. Именно так. Ну, вроде бы понятно, парни. Вроде бы понятно. Я надеюсь, что плюс-минус доступно. Дайте я секундочку подумаю, что еще. Но вроде должно быть понятно. Ты понял? Скажи честно. Напиши в комментах, что ты понял или что ты не понял. Если нихуя не понятно. Можно вопить и говорить, что сука. Это не работает. Это слишком интенсивно. Но это работает. Это проверено лично мной на людях, которые не принимают ничего. Даже протеин или креатин. Конечно, химики будут прогрессировать быстрее. Конечно, химик быстрее наебнется. Потому что у него мышцы-то поддерживаются химлом. А вот сухожилия связки ничем не поддерживаются. Конечно, химик сможет линейно прогрессировать, прибавлять, накидывать. И, блядь, о боже, в этом плане все-то хорошо и все такое. Но нужно помнить, что у химика залитая лапка. У него залитая лапка. Ему хуже держаться за турник. Поэтому не стесняйтесь поддавить иной раз эстрадиорчик, чтобы хват ваш держал лучше. Вроде все объяснил. Важный технический момент – это техника подъема. Вы должны подниматься во взрывном стиле. Вы не должны делать медленно. Желательно делать – чук, залетел, провис, паузочка. Чук, еще раз и так далее. То есть это важно. Даже на резине в каждое повторение мы вкладываемся. Мы стараемся сделать его в максимально быстром взрывном стиле. Если вы будете себя долго волочить, эта статика вас сожрет. Точнее, не вас, а ваши святочки, сухожилия и все такое. Поэтому делаем акцентированно. Во взрывном стиле. Долго не волочимся. Бьем резко, но без какой бы то ни было помощи с ног, без ссаного читинга. Натянулись стрункой. Делаем эстетично, красиво, чтобы все вокруг смотрели и завидовали. Надеюсь, понятно. Надеюсь, понятно. Надеюсь, ты сейчас поставишь мне лайк. Ну, поставишь, да? Напиши комментарий, что все охуенно. Скажи, что заебись. Понравилось. Четко. Скинь другу. Сделай так, чтобы я не пожалел, что рассказал тебе все самое сокровенное. Ну, а я с тобой прощаюсь, дорогой мой дружок. Прогрессируй. Береги себя. Среди за здоровьем. Сдавай анализы. Кушай правильную еду. Что еще? Отдыхай. Отдыхай. Это тоже важно. Помни, что говорил доктор Епифанов. Грамотное циклирование циклов загрузки и отдых. Грамотное. Ты можешь чувствовать себя суперменом, но помни, что ты все-таки человек. Осознание своих слабостей – важнейшая черта любой сильной личности. Поэтому делай это. Будь сильным. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok